всем привет хочу пригласить вас на свой новый курс который я разработал буквально недавно и уже прошел курс называется перезагрузка 2024 это именно то что нужно сейчас каждому из нас курс длится 21 день и проходит в привычном формате каждый день вы будете получать аудио урок и список задач на текущий день также каждого участника я буду контролировать лично через телеграм либо через какую-либо другую социальную сеть вы сможете задавать мне вопросы я буду давать вам ответы и буду смотреть что вы сделали по факту буду ставить вам оценки чтобы получить классный результат нужно пройти курс среднем баллом 40 или выше по пятибалльной системе уроки будут в аудио формате они видео как раньше потому что сейчас мне нельзя показывать лицо но я нашел такой выход качество курса из-за этого не пострадает что дает этот курс самый первый обучающий курс который появился в моей школе фитнеса это было очистка организма это был очень классный курс который я проходил сам многие мои клиенты оценили его и я перезапускал его перезаписывал наверное не меньше пяти раз за последние 12 лет когда я прошел этот курс я получил очень классный результат то непередаваемо как будто я сбросил все плохое из себя очистился мой организм очистились мои мысли и я стал новой улучшенной версии себя дальше я поддерживал чистоту в своем организме и все было хорошо когда я перезапускал курс заново это было раз в два три года я проходил его вместе с моей аудиторией но потом я понял что нужно делать что-то похожее но намного чаще и что-то лайтовое курс по очистке организма предназначен для тех людей которые очень сильно зашлакованы курс перезагрузка помогает поддерживать эту чистоту внутри и дает нам позитивный внутренний толчок это только одна грань этого курса то есть этот курс содержит в себе очистку организма также в этот курс я добавил дыхательные практики это очень крутая очень мощная штука еще я добавил растяжку и специальные упражнения которые избавляют от спазмов в спине в шее и в других мышцах я долгое время не знал насколько плохо себя чувствует человек у которого болит спина болит спина потому что много спазмов потому что не двигались не использовали множество мелких мышц которые есть спине на на протяжении десятилетий и получается такой вот результат я слышал много жалоб от разных людей что у них болит спина я знаю причины почему она болит но я этого не чувствовал потому что у меня все было нормально я ввел здоровый образ жизни я тренировался но когда я начал ловить большие порции стресса на протяжении года и при этом я не делал никаких упражнений то есть у меня тупо не было времени на тренировки я понял как это ужасно я понял что такое больная спина потом я возобновил тренировки разработал комплексы специальных упражнений для условий когда нету времени проводить полноценные тренировки чтобы не было лела спина, чтобы не накапливались спазмы в каких-либо мышцах нашего тела. И это я решил включить в этот курс тоже. И еще ряд нововведений по питанию. Мы все слышали о том, как вредно кофе, о том, как вреден чай, о том, как вредно сладкое, можно, нельзя, сколько, как, когда и так далее. В этом вопросе я окончательно поставил точку, проведя ряд исследований на себе и изучив ряд исследований, которые были проведены на других людях. Чтобы не рассказывать, не утверждать спиной у рта, как надо, как не надо, почему надо, почему не надо, мы просто прочувствуем это все на себе и вы будете знать очень четкие ответы, почему надо, как надо, когда не надо, сколько надо, сколько можно, сколько нельзя. Но я вам скажу совершенно точно, что сам факт того, что вы сможете прожить хотя бы неделю без сладкого и кофе, даст вам колоссальный опыт, колоссальное понимание, что это вообще такое, потому что слышал, как ехать на Мерседесе и проехался на Мерседесе, это две огромные разницы. Ну и конечно же, вы можете сказать, да, в принципе, я это все знаю, понимаю, я что-то делал, что-то пробовал, что-то читал. Ну, для тех, кто читал, тогда продолжайте читать, продолжайте пробовать. Суть этого курса в том, чтобы не просто знать и понимать, а в том, чтобы делать. Поэтому я ставлю очень большой акцент именно на практическую часть. И суть в том, что есть системный подход. Просто попробовать дыхательную практику, просто попробовать микроциклы голода, просто попробовать иногда отказаться от сладкого, сделать каких-то пару упражнений, которые где-то видели, это ничто. А когда вы это соединяете в систему, когда вы правильно сочетаете подходы, повторения, периодичность, там поголодал, там потренировался, тут пробежался, тут сделал дыхательную практику, то вы получаете очень крутой результат. То есть, результат дает не какой-то отдельный прием, а результат дает система. Если посмотреть на принцип действия автомобиля «Запорожец» образца 1961 года, то вы увидите, что там четыре колеса и двигатель внутреннего сгорания. Машина выполнена из цветных металлов и из железа. Если вы посмотрите на «Мерседес» какой-то 2024 года, любой абсолютно, вы увидите, что там то же самое, четыре колеса, двигатель внутреннего сгорания и машина сделана из цветных металлов и из железа. Это два абсолютно разных автомобиля, хотя они используют одни и те же принципы действия. Но результат, как видите, сильно отличается. То же самое и системный подход. Кто пробовал тренироваться ни на диване, ни в теории а в практике тот знает, делаешь одни и те же упражнения. Вот два человека одни и те же упражнения делают. Один делает четыре подхода, другой делает пять. Это уже другая тренировка. Один отдыхает сорок секунд, другой отдыхает двадцать секунд. Это совершенно другая тренировка. Один делает по десять повторений, другой делает по пятнадцать повторений. Это уже совершенно другая тренировка. Один тренируется через день, другой тренируется два раза в неделю. Это уже совершенно новый вариант. То есть, вносите одну переменную и результаты действия этой системы меняются кардинально. А если переменных много, то результат совершенно другой. Поэтому основной эффект будет именно от системности подхода. Я знаю, что все любят очень короткие ответы, но сложно давать короткие ответы на какие-то глубокие вопросы. Поэтому я люблю давать развернутые, четкие и понятные ответы. И дослушав до этого места, вы имеете примерное понимание, что я хочу до вас донести. То есть, перезагрузка – это курс, который, с одной стороны, вас чистит, с другой стороны, вас тренирует. С третьей стороны, дает вам очень крутую встряску, дает вам новые знания о том, что такое дыхательная практика, как ее использовать, самое главное. И что такое отказ от кофе, от сахара, от сладкого, от чая. То есть, какой практический результат вы получите. Каждый день вы будете получать аудиоурок длительностью 10-15 минут с куском какой-то очень важной теоретической информации и практическая часть, список пунктов, что нужно сделать именно сегодня. Таким образом, вы получите очень крутую перезагрузку, которая освежит ваши знания, очистит вашу голову от глупых мыслей, избавит вас от страхов. Да, от страха вас избавит, потому что страх – это не что иное, как определенное количество гормонов, которые плавают в вашей кровеносной системе. И когда вы испытываете страх, в вашу кровь вспрыскивается огромное количество гормонов, которые вызывают эти эмоции. Это делается сразу. Потом источник страха проходит, а вы все равно еще боитесь, вы продолжаете крутить эти мысли в своей голове. И очень важно разорвать этот порочный круг. Если не очистить вашу кровь от гормона страха, то вы будете генерировать новые гормоны из-за того, что вы проживаете в своей голове, генерируете разные страшные ситуации. Если же резко очистить вашу кровь от гормонов страха и дать себе положительные позитивные установки, то вам будет легко забыть весь пережитый стресс и легче настроиться на позитив. Вы расслабитесь, вы переоцениваете свои жизненные принципы, свои цели. Вы понимаете, какие цели стоит перед собой поставить, от каких целей стоит отказаться. Вы смотрите на мир совершенно по-новому, свежим, расслабленным взглядом. Это очень важно. И лично для себя я решил делать такую перезагрузку минимум два раза в год, потому что это очень важно перезагружать свое тело, перезагружать свой мозг, свои мысли, пересматривать свои установки, жизненные принципы, свои приоритеты, свои цели. И конечно же очень важно жить с легкостью в теле, когда у вас ничего не болит, когда вы нормально функционируете. Потому что если у вас и с телом беда, то вам трудно достигать чего-то, вам трудно ставить каких-то целей. Со школы нам вбивали в голову, что тело это фигня, а мозг это очень круто. Это очень важно, мозг надо развивать, а на тело надо забить болт. Нет, не надо на тело забить болт, потому что без этого не будет работать мозг. Итак, курс длится будет 21 день. Здесь я рассказал о нем очень коротко, подробно вы можете прочитать о нем на сайте. Для старых клиентов цены будут интереснее, чем для новых. Подробнее о курсе читайте на моем сайте.